добрый вечер добрый вечер я так понимаю что мне повезло я застал тот редкий день когда виртуозы москвы заехали в москву ну почти что так вот учитывая последние два месяца и ваш график расскажите полмира до есть ли все помните страны в которых вы были так сказать ну действительно график адский можно сказать я же с двумя оркестрами вижу мы посетили иркутск с национальным филармоническим оркестром россии улан-удэ орск новотроицк оренбург уфу с виртуозами москвы посетили губкин старый оскол железногорск сыграли концерт в кремоне на родине страдивари закрыли фестиваль их и вот было особое какое-то вдохновенное обыскал состояние души потому что представить себе что я играю на скрипке страдивари но она мне не принадлежит но тем не менее и голос ее создателя почти что через 300 лет звучит в этом зале в музее страдивари что интересно было что после концерта пришли русскоязычные люди которые там либо работают потому что там очень много скрипичных мастеров это город скрипичных мастеров с глубокой древности еще с учителя страдивари амати но там и гварнери работал великие скрипичные мастера вот пришли эти люди русскоязычные ко мне благодарили и никто не пришел из организаторов я был поражен конечно этому но промолчал на следующий день раздался мне звонок от них они сказали что мы постеснялись к вам зайти как они выразились на английском языке we are speechless то есть без слов совершенно потому что такого концерта за последние 10 лет у них не было в этом концерте приняла участие также замечательная девочка степендиат степендиатка моего фонда саша стычкина и дом музыки тоже живет очень такой насыщенной жизнью мы открыли 16 сезон 1 октября в день музыки а также в день рождения моей младшей дочери по стечению обстоятельств открыли фестивалем москва встречает друзей на которые прибыли дети из 50 регионов россии из 38 стран из 38 стран в том числе из стран с которыми у нас не очень хорошие дипломатические отношения как скажем из велико из великобритании но это все прошло с большим успехом и фестиваль получился замечательный сейчас мы готовимся к большой поездке с национальным филармоническим оркестром россии по европе по германии бельгии и голландии в том числе будет концерт знаковый такой в память о погибших при битве при вердене первой мировой первой мировой войне как известно это историк называет это мясорубкой потому что погибло более миллиона человек человек стоят с другой стороны со стороны немецкой со стороны французской и ожидается как было заявлено присутствием макрона господина макрона и госпожа меркель будут звучать два реквиема один реквием сен-санса и другой реквием моцарта все это странно потому что еще цирон говорил что когда говорят пушки музы молчат вот то что здесь сочетание музыкального мероприятия который посвящен трагическому достаточно событию военную многими будет восприниматься как элемент такой информационной войны они думали об этом ну сми распоряжаются фактами по своему усмотрению вы считаете что мы прям вот не считываем запросы социума по своему усмотрению всегда делаем иногда считываем а иногда по своему усмотрению уже допустим венеции русские сезоны для многих то что подчеркивает что это русские сезоны это тоже как элемент некой пропаганды и продвижения того что у нас тоже есть что показать и нам есть чем гордиться я не люблю слово пропаганду но действительно мы играли в венеции с детьми моего фонда я могу сказать что я всегда потрясаюсь вообще этим детям это удивительной сосредоточенности риску чувству формы гармонии можно только удивляться я вот сейчас вспомнил такую фразу из восьмистишей мандельштама быть может прежде губ родился шепот мы не знаем как это происходит у детей конечно генетика это судьба но все таки я думаю что еще человек во всяком случае так должно быть это как бы образ творца дети они также волнуются перед выступлением как вы или у них вот это чувство ответственности еще не я думаю что я больше волнуюсь чем дети же будучи ребенком вы волновались или все-таки меньше волновался то есть это потому что когда человек маленький он идет больше по пути интуиции в определенном возрасте вдруг начинаешь думать логически и удивляешься как же так это получалось раньше а теперь когда я больше понимаю нужно больше времени для того чтобы получить достижимый результат я вот когда ехал на встречу с вами расставался со своим собеседником такой сергей рыженко есть музыкант который кстати пропагандировал скрипку восьмидесятых в в рок-музыке я сказал бы у меня встреча с явлением он год как я грудь мацуев называется пивакова явлением поэтому меня будет интервью с явлением вы себя ощущаете явлением да нет конечно это то что называется социально одобряемый ответ на сказать конечно я не ощущаю себя явлением вы же понимаете что вы не такой ну как все скажем да нет я ощущаю себя служителем и в какой-то степени миссионером просто каждый человек должен выполнить по жизни свою миссию которая ему предназначена и он должен идти по пути к своему предназначению все-таки без ложной скромности вы можете вспомнить самое лестное ваш адрес определения коллег или людей чьё мнение для вас имеет значение могу озвучить не готова давайте уже раз вы вспомнили то вы расскажете кто это и что это это был и гудеминухин великий музыкант скрипач гуманист с которым я играл и конечно я очень волновался потому что когда за дирижерским пультом стоит такой человек то не волноваться просто невозможно ну и он увидел как-то мое волнение сказал владимир успокойся ты играешь как ангел все хорошо шикарно а вы щедры на такого рода комплименты в отношении ваших детей я только только детей детей я обожаю хвалить им это очень важно также как девочек нужно красиво одевать а кто ваших дочерей одевает вы как когда-нибудь консультируете их по поводу того что никогда очень скромные когда я их вытаскивал на какую-нибудь прогулку это называется у нас шопенгауэром они мне обычно заявляли нет юбка у меня уже есть кофта у меня уже есть ничего не нужно ну вообще говоря не знаю как про дочерей мне сложно но ваша супруга сайте известна тем что она является ну то что называется иконой стиля что вы так не считаете вы как тогда очень в таком-то смысле считаю что тогда она следит за вашим гардеробом она часто мне покупает вещи которые я ношу вот это все практически от сайте фактически от сайте да это кстати очень западная традиция у нас не было принято вы во франции там исключительно прерогатива сперва матерей потом жен одевать мужчин не задумывались об этом нет не задумывался просто у меня на это нет времени а вы вообще ощущаете себя человеком мира или все-таки вы ощущаете себя и русским прежде всего вообще или музыканты это больше чем вообще у меня такое звание есть да конечно артист мира юнеско мне дали это в каком-то году лет десять тому назад например еще золотую медаль моцарта в париже мне вручили которая была только у ростроповичем и у плесецкой ну конечно я ощущаю себя русским музыкантом потому что я воспитан в этой традиции с детства но в принципе мне чужда философия жека что вот человек двориком замкнут в своем дворе нет мы уже упоминали о пропаганде сейчас очень много пишут на западе что в россии идет в сторону как бы самоизоляции вы это ощущаете или нет может быть россию ведут в сторону то есть нас могут вести мне кажется что в каком-то смысле да у вас с вами когда говорят всегда говорят ну про музыку про культуру и это мне кажется что это объяснимо да вот про политику с вами никогда не говорят там нет журналисты и это хорошо что не говорят конечно хорошо везде нужны профессионалы я себя не чувствую профессионалом политики конечно знаете как политика это как раз та сфера в которой по моему также как в футболе все себя чувствуют профессионалами то есть все 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 высказываются на эту тему вы при таком графике который существует вас репетиции выступлений встреч наставнической работы находите вообще время для того чтобы следить за тем что происходит в мире я имею ввиду какие-то и политические экономические подвижки конечно обсуждаете это с кем-либо или особенно я не обсуждаю вы считаете что отношение не к вам и не к вашим коллективом к нашей стране стало хуже последние скажем до 10 лет хуже стало а если сравнивать с тем временами когда случались там у вас эксцессы там в нью-йорке в семидесятых да по-моему это было если сравнивать это с семидесятыми сейчас хуже или все-таки не так жестко но я вам приведу пример просто я ехал в лондон из парижа когда недавно не так давно на на поезде и предъявил свой паспорт естественно российский паспорт предъявил но там же две границы французская и английская ну поскольку я офицер почетного легиона и вот эта маленькая такая штучка это об этом свидетельствует то французы иногда даже честь отдают естественно они меня пропустили без всяких досмотров но когда я предъявил свой паспорт англичанам то английский таможенник не говорит а вы знаете вот что нельзя больше десяти тысяч провозить через границу я ну конечно наличных наличных денег а сколько у вас есть ну я засунул руку в карман задний вытащил там какие-то деньги не очень большие он говорит это все что у вас есть я говорю да но откройте эту сумочку и открываю сумочку а там у меня лежала американская реклама и такими большими заглавными буквами на английском языке было написано russian gold русское золото да а вот как это понять но вы ниже посмотрите может быть поймете они же там мой портрет и высказывание леонардо бернстайна о том что золотое сердце золотые руки золотая голова и тогда но это его повергло конечно ступор ступор он подозвал других пограничников говорит вот видите не все идут в лондон отмывать да селфи не сделали с вами сделали сделали да действительно а как вообще реагируете вниз не всегда человек готов к ну чтобы его запечатлели заправили как вообще относится к тому что на улице как вам подходят против графе роваться это тяжело вспоминаю анну андреевну ахматова которая написала что не дай вам бог родиться знаменитым это единственная такая негативная составляющая популярности известности то что с вами фотографируется или есть еще какие-то моменты которые вас скажем так раздражают напрягают наверное есть я как-то не задумывался особенно на эту тему а вот вы когда пересекаете там границу оказываетесь на западе там же градус узнаваемости спевакова меньше все-таки чем у нас у вас то здесь знают все папса все по моему испытываете облегчение или наоборот вам нравится когда все-таки в какой-то степени испытываю облегчение вы право есть такой момент ну а если бы так сложилось ну не знаю что вы бы занимались бы тем чем вы занимаетесь но при этом вы про вас бы снимали фильмы документальные вы бы отказывались от интервью и вот это отказываюсь я знаю мы очень признательны что согласились кстати это мы давным-давно мечтали уже вот два года назад у нас была встреча все эти два года мы ждали когда в эту очередная встреча вам бы не хватало все-таки вот это восхищение это это топливо которое нужно артисту чтобы вот он понимал что он любим что его знают что им восхищаются в какой-то степени артисту важно знать что его ждут что его любят это конечно важно но не это главное я себя чувствую счастливым честно говоря только на репетициях и на сцене на концерте но не на отдыхе на отдыхе я работаю тоже в смысле работает голова или как я работаю с партитурой я играю на скрипке чтобы не забыть как это делается у яб я помню какой-то мне рассказывали совершенно замечательном случае когда вы летели в самолете и то что называется работали то есть вы бормотали и ваш сосед американец американец в конце полета дал вам визитку свой да был такой таки и это был психиатр это был психиатр до глава там какой-то психиатрической лечебницы он сказал что надолго едете в сан-франциско я горю что да вот на неделю могут может быть я вам понадобились возьмите я первое что сделал в сан-франциско в офис отдал его визитную карточку попросил пригласить его на концерт а там такое правило что после концерта вам подают список людей которые хотят вас увидеть вы можете вычеркнуть кого-то или вы можете наоборот сказать да я принимаю вот первый человек который стоял это был этот доктор который сказал не я вам нужен а вы мне нужны но все-таки в тот момент когда вы поняли что вас расценили как не совсем адекватно чека но обиды была такая все это с пониманием к этому я люблю неадекватных таких вот да вы что в вашей жизни есть неадекватные люди да да огласите пожалуйста весь список списка не нашу но всегда что то есть особенное в художниках в поэтах в писателях в тех людях которые занимаются наукой так ведь могло сложиться после я просмотрю на полотна в вашем кабинете что ведь могли бы заниматься помимо музыки могли бы заниматься и живопись я занимался когда живописью и вам с вам просто-напросто мне мой профессор до запретил это делать потому что и я тратил много времени на поездки на пленэр замечательным художником александром васильевичем бутеровым я снимал в то время угол на улице кирова дон 24 а он жил в этой коммунальной квартире мы с ним занимались и вы считаете что любовь осталась к живописи я понимаю что вы считаете что это оправданно было вот это решение запретить фактически вам думаю что оправданно потому что время к сожалению имеет свой лимит мы не можем растянуть его у нас время тоже имеет свой лимит поэтому первая часть нашей программы подошла концу во второй части я очень хотел бы поговорить о ваших родителях и я объясню почему я начну издалека вы как-то рассказывали о встрече время с марчеллом о строяне которую были очень грустные глаза и как выяснилось в ходе вашего разговора грустные они были потому что буквально накануне или не сказал ну что тебе 60 пора думать о смерти вы думаете о смерти или у вас на это конечно да с каких пор 60 или ну точно вам не могу сказать даже раньше пожалуй с 50 меня из этого состояния вывела стихотворение булата куджавы которого мне прислал на день рождения процитируете ну зачем большое она понятна вы это можно найти с моцартом мы уезжаем из зальцбурга бричка вместительна лошади в масть сердце мое перезрелое яблочко к теплой землице стремится упасть ну а я ему потом ответил через полтора года после концерта в зальцбурге вы как и мы все теряли близких уход родственников друзей он как-то корректирует отношение к смерти и это разные какие-то субстанции это всегда тяжело это как соты которые вынули у вас из души не восстановить не в невозможность восстановить невозможность позвонить по телефону маме папе близким людям сестре друзьям а сейчас когда уже возраст такой тревожный я бы сказал то очень много друзей уходит поэтому непросто в этом году вот из музыкального мира ушли заслуженные известные люди так во франции шарльз на вор у нас и сюда выдачи капсон вы знакомы были с собой не очевидно для вас неожиданным был уход или вы понимали что уже вот время вышло и как-то наблюдали людей ну как это ни странно смерть она всегда неожиданна всегда всегда вот вдруг раз и человека нет но важно что остается после этого потому что бродский замечательно заметил что время столкнувшись с памятью узнает о своем бесправии так что после ознавура остались потрясающие песни которые будут долгое долгое время жить вы про родителей как бы про их уход упомянули я правильно понимаю что отец вас ушел добровольцем да на самом об этом рассказал на украинский фронт и после ранения он по моему после двух контузий а у него две контузии вы много вообще говорили о он рассказывал вам про этот период про войну или нет или это не он и мама потому что мама вообще пережила блокаду ленинграда удивительно знаете что что стираются черты лица ушедших но остается ощущение запаха например или у меня вот под пальцами и ощущение шрама на его шеи от осколка снаряда когда он меня брал маленьким и и мы шли на дворцовую площадь на демонстрацию первомайскую или на 9 мая я под пальцами всегда ощущал вот его шрам вот это ощущение у меня до сих пор есть из того что вы рассказывали в раньше не только мне другим собеседникам отец был жестким все таки человеком не сказал бы ну как он вас там тогда при опомнил острик надо было зимой это методы воспитания в других биле кулаками там или ремнем стегали не так возникли не наказывать никогда а вам не приходилось иногда в порыве какой-то гнева или раздражение дать подзатыльник кому-нибудь да бывало в том числе и близким нет нет у вас просто складывается биография как у мне кажется ни у кого из музыканта вашего масштаба если вообще таковы и есть музыканты вашего масштаба я имею ввиду ну из великих музыкантов вышли вы все время в не будем преувеличивать не все время но часто у вас возникают ситуации когда вам приходится вспоминать занятие боксом то есть то вы с чернокожими французами деретесь на улицах парижа то еще в какие-то вступаете это было бы по-другому если бы у вас не было этих навыков как вы считаете это в дело в характере или в понимании того что вы можете дать даче и в характере просто в ощущении того что справедливость должна торжествовать вот мы недавно летели в самолете в уфу и там был подвыпивший человек который стоял около стюардесс я подозвал одну из женщины сказал если у вас возникнут какие-нибудь сложности то я к вашим услугам я не застегиваюсь так и что не дошло не дошло и вы испытали зачаровать приготовить но стюардессы были очень тронуты участием в школе вы ведь были совершенно очевидно таким на не повысить слова хулиганом потому что вы срывали уроки ну что же всенародно об этом вспоминаете из песни слова не вы не выкинешь потому что в целом вы абсолютно такой положительный и позитивный то есть как бы и ролевая модель с другой стороны вот мысль сорвать уроки вы же осознанно это сделали когда эксперименты какие-то синические грешные мы люди все так или иначе ну вам знать значит вам им должны импонировать вот натуры такого же плана то есть те которые способны на скажем не хочу употреблять слово выходка но на смелый эксперимент или нет или вы да мне нравится такие люди вы когда осуществляете кадровую политику то есть кого-то приглашаете в свой коллектив или с кем-то расстаетесь вы учитываете только профессиональные навыки или характер и вот нрав человека тоже имеет для вас значения первостепенно мне очень важно чтобы был хороший человек но естественно важно чтобы это был высокий профессионал когда здоровый коллектив когда все действия вся работа направлена на цель улучшения цель того чтобы донести то что заложено в музыке в ней заложены вообще потрясающие вещи там нет агрессии во первых там есть все то то даже человек не очень скажем такой положительный поворачивается своими лучшими сторонами да мне знаком ваш тезис что человек который занимается музыкой он не может быть злодеем не может быть убийцем мне кажется он все таки бывает такое конечно иногда как на моцарте и сальери да да кстати вот это правда или нет скажите мне потому что у меня один музыкант достаточно известный говорил что сальери то в общем как композитор не хуже моцарт то есть если вот смотреть то что не менее известный я бы сказал в то время а может быть и более а но ведь это же разные вещи собственно вот талант и известно бывает что менее талантливые становятся известными вы какое-то произведение сальери конечно мы играли его да произведение да вполне очень действительно их можно сравнивать это это одного фигуры на масштаба или нет ну не случайно моцарта называют амадеус любимец бога а сальери просто антонио сальери правда ему посвящал свои сочинения ботховен что говорит о том что сальери да что говорит о том что все таки отравителем моцарта его не считали гармония и порядок ты известные такие вот два момента которые должны управлять миром с точки зрения очень многих людей искусство вы разделяете я считаю что успех творение или исполнение это всегда логический экстаз вот про моцарта когда я вспомнил скандал который был в свое время вокруг фильма форма да да милоша форма милоша форма потому что композиторы там был показан да с одной стороны гений но с другой стороны такой вот бытовом смысле ну не побоимся этого слова идиот ну у него но но очень и очень скажем так не умный человек во всем что в трактовке гениального режиссера нет он все таки там есть его ирония тоже вы считаете что да думаю что да а вы понимаете что когда-нибудь может быть в этом году может в следующем уже через 10 или 20 лет будет снят так называемый боёпик ну биографическая лента о спинакове вас тревожит что трактовка эта художественная лента может быть не вполне адекватно действительности меня это не может тревожить потому что это будет потом а то есть все что что будет потом абсолютно меня не тревожит хорошо а если бы кто-то захотел снять такую ленту ну вот буквально сейчас к вам обратился к кому я еще сказал что не получится не дадите я слишком занят для того чтобы делать такие ленты времени нет у меня же на два года расписано все моя жизнь расскажите что ближайшие два года из того что расписано о чем должны знать наши зрители например вот ближайшее время в ближайшее время ну во первых о планах дома музыки так потому что здесь будет праздноваться сорокалетие виртозов москвы что в общем довольно существенная дата и важная потому что оркестр стал биографией очень многих людей ну и в том числе нашей биографии конечно потом здесь будет проходить конкурс Владимира Крайнего потом здесь будет проходить двухсотлетие празднования Бетховена здесь будет цикл концертов посвященных Моцарту здесь джазовые великолепные концерты здесь 30 процентов концертов которые посвящены детям и будет концерт посвященный столетию Солженицына это важный для меня концерт очень почему потому что я считаю что это выдающаяся фигура не только в литературном плане фигура гуманиста человека который хотел чтобы правда светила людям настоящая в своей красоте и концерт этот будет построен таким образом что вначале прозвучит молитва России которую написал Александр Исаевич Солженицын замечательная маленькая молитва на музыку ленинградского композитора Юрия Фалика в этой молитве Солженицын просит Бога не забыть и не покинуть многострадальную страну и он пишет сколько прямодушных сердец и сколько талантов ты поселил в русских людях не дай им загинуть это молитва акапельная то есть хор один поет потом приедет сын Игнат и будет играть концерт Бетховена как мне сказала Наталья Дмитриевна что этот концерт он играл в присутствии отца а во втором отделении прозвучит пятая симфония Шостаковича который в своем творчестве смыкается как бы с Солженицыным в поисках правды чистоты помимо всего прочего там есть музыка которую Шостакович написал как романс на стихи Пушкина возрождение художник варвар кистью сонной картину гения чернит а идея заключается в том я не буду просто вам все читать что Шостакович хочет все видеть в первозданной красоте и вот для меня этот концерт очень важен а вас не смущает что может быть из подачи моих коллег журналистов может быть просто какая-то складывается политическая конъюнктура последние годы мы являемся свидетелем ревизии отношения к Солженицу очень многие пишут что он был врагом в России призывал к ядерной атаке на Советский Союз или вы считаете что это несущественно то же самое происходит с отцом Александром Менем я вспоминаю когда я отмечал вы были знакомы да был знаком и не только знаком я посещал лекции его и он меня благословил и я люблю очень его книги вот пятилетие со дня его смерти когда я отмечал мне запрещали это делать десятилетие тоже потом постепенно стали понимать что это важно очень потому что этот человек хотел смирение в людях хотел сближение церквей а не то что сейчас происходит и когда мы когда мы отмечали здесь в светлановском зале 25-летие то выступил владыка Иларион перед концертом и сказал замечательную речь так что время меняет отношение ко многим вещам ну хотелось бы вот ваше отношение понимать к этому должны ли деятели культуры помимо того что они делают в каждой своей сфере высказываться на по таким поводам думаю что должны высказываться весь вопрос в том слышат ли их а то что они должны высказываться не противоречит вашему тезису о том что каждый должен в зоне своей компетенции ну то есть человек должен хорошо знать допустим биографию того или иного деятеля а не только знать его условно говоря продукт если мы говорим о Солженицын то и его книги его литературное наследие ну вот скажем мне хотелось бы высказаться о том что я думаю что Кирилл Серебренников не является руководителем организованной преступной группировки я в это не верю потому что я с ним работал увидел что это за человек это одержимый творчеством человек я также уверен что то время которое он провел под домашним арестом он тоже даром не провел его я думаю что мы можем увидеть колоссальные результаты этого времени ну я конечно мечтал бы о том чтобы его освободили то есть вы считаете что это политически ангажированное дело с гугл центром я считаю что многие законы у нас подталкивали людей к таким действиям которые можно расценивать как недобросовестность или даже обезналичивание денег например да ну вот когда человек делает декорацию или вот настройщик рояля приходит естественно ему нужно заплатить но государство заплатит ему через три месяца ему нужно жить я плачу например сам просто и своих денег и все дело ну а там конечно был вопрос в том что они обналичивали деньги которые им давали но из-за того что не было возможности сразу заплатить людям за их работу вот я так думаю вы считаете что у нас в стране возможна ситуация когда будет снова возрождаться цензура потому что мы же помним что цензура была были достаточно жесткие запреты или по этому пути никогда Россия не пойдет ну сейчас очень сложно пойти по пути возрождения цензуры сейчас такое вообще происходит и пишут такие вещи что просто где удаешься как у человека нет самоцензуры допустим я считаю что у каждого это должно быть вы имеете ввиду соцсети да соцсети вы противник вот ну свободы высказывания нет я противник хамства я знаете считаю что нельзя чтобы анонимно люди выступали что каждый имеет право высказывать свое мнение но вот под своим собственным именем кстати ваша супруга жаловы что вы очень далеки от мира гаджетов я так понимаю что от мира соцсети откуда-то до вас-то доходит вам рассказывают кто-нибудь о том что написали рассказывают да а вы с гаджетами как делал я помню что этот эпизод что вы когда-то первую смс-ку наконец написали и из одного слова вы теперь уже пишите смс-ки так и ограничилось этим пишу а другие гаджеты не освоили я всегда думаю о том какое сожаление меня охватывает когда я читаю письма рахманинова или дягилева или флобера или переписку там не знаю шенберга скандинским что это все сейчас вот в смс и исчезает совершенно очень жаль знаете я думаю что то что вы не освоили гаджеты может быть это является следствием того что вы так блестяще освоили палочку дирижерскую и скрипку что не может быть все а то что у вас есть вы действительно я считаю что Мацуев прав что вы явление я очень рад что мне удалось сегодня с явлением пообщаться спасибо вам спасибо вам спасибо